Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы неоднократно с вами встречались по таким проблемам, как ВИЧ-инфекция и наркомания. Но проблема остается. У нас в гостях заведующие наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Федоровна Запольнова и врач кожно-венерологического диспансера Видновской районной клинической больницы Оксана Юрьевна Шиляева. Наркомания – это трудноизлечимая болезнь, развивающаяся при употреблении наркотических препаратов. В Московской области на конец 2012 года порядка 14 тысяч человек больных наркоманией стояли на учете. Как дети узнают про наркотики? Почему подростки начинают употреблять эти ненужные для них вещества? Это и социальные причины, и бытовые причины. У кого-то в окружении являются наркозависимые. И по принципу подражания многие дети, подростки включаются в этот порочный круг. Сейчас не представляет сложности узнать в молодежной среде, где можно приобрести наркотик, как его нужно использовать. При этом источники информации самые разные. Это и информационные системы, интернет, это общение между молодыми людьми. Информация какая-то всегда есть среди интересующихся и в школе, и в учебных заведениях, ну и просто на улице. Какие же дети, чьи дети чаще всего употребляют наркотики? Наркомания в наше время затрагивает все слои общества, и нет такой зависимости, сколько зарабатывают родители, какой доход, какой социальный статус. Дети, наркоманы абсолютно во всех слоях населения. У любого родителя может возникнуть такая проблема. Ольга Федоровна, вот люди, родственники, кто-то знакомые, родители тем более узнали, что, или запас дозрили, что ребенок начал употреблять наркотические вещества. Можно ли помочь ребенку? Есть множество людей, организаций, которые помогут вам психологически в этой проблеме. Всегда можно обратиться к врачу-наркологу, в наркологический диспансер. Есть множество сообществ, занимающихся проблемой лечения, реабилитации, психологической помощи. Поддержка, понимание проблемы в семье является наиболее важным в лечении наркомании. Чем же опасны наркомании? Это заболевание, которое вызывается приемом токсических наркотически действующих веществ. Поскольку это химические вещества, они закономерно оказывают воздействие и на физическую сферу, и на психическое состояние человека. Очень высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией больных наркоманией. При употреблении ВИЧ-инфицированного наркотика или при использовании иглы или шприца, одновременно с ВИЧ-инфицированным больным, заражение происходит даже при однократном употреблении в 95% случаев. Ольга Федоровна, ну и самое главное, чтобы ребенок не употреблял наркотические вещества, какова же профилактика? Нужно делать акцент родителям на то, чтобы как можно меньше было свободного времени у детей, того, которое они не контролируют. И помимо этого, в настоящее время проводится и в Ленинском районе тоже диагностическое тестирование школьников на содержание наркотических веществ в биологических средах. В Новгородской области в 2012-2013 учебном году проведено тестирование более 24 тысяч обучающихся. Выявлено 0,27 положительных реакций на различные виды наркотики. В этом году в Ленинском районе также продолжается практика проведения диагностического добровольного анонимного тестирования согласия обучающихся и школьников. Протестировано уже 283 несовершеннолетних. До конца года практика проведения диагностического тестирования будет продолжена. На сегодняшний момент положительных реакций в Ленинском районе при проведении такого тестирования не выявлено. Одной из проблем, связанной с наркомонией, является ВИЧ-инфекция. Есть отличие ВИЧ-инфекции от СПИДа. ВИЧ характеризуется специфическим поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному и неуклонному разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита. СПИД проявляется разными заболеваниями, обычно завершающимися смертельным исходом. На 1 ноября 2013 года в Ленинском районе зарегистрировано 498 пациентов с положительным результатом ВИЧ. Как же передается ВИЧ-инфекция и как не передается от больного человека к здоровому? Половой путь – это самый распространенный во всем мире путь передачи ВИЧ-инфекции на сегодняшний день. Второй путь передачи ВИЧ-инфекции – это внутривенный путь при использовании одних шприцов и игл среди инъекционных наркоманов. Третий – от матери к ребенку или перинатальный. И четвертым путем является путь передачи при переливании крови и ее компонентов. Необходимо помнить, что нельзя заразиться ВИЧ при кашле и чихании, рукопожатии, объятии и поцелуях, употреблении общей еды и напитков в бассейнах, банях, саунах, через уколы в транспорте и метро. Но сведения о возможном заражении ВИЧ-инфекции через инфицированные иглы, которые подкладывают на сидение ВИЧ-инфицированные люди или пытающиеся уколоть людей в толпе – не более чем мифы. Есть ли лекарства против ВИЧ-инфекции и СПИДа? Лекарства, которые полностью уничтожают вирус иммунодефицита человека, к сожалению, пока еще не запретено. Но существуют группы лекарств, которые действуют на определенные цепи, на определенные звенья развития ВИЧ-инфекции в организме. Они достаточно эффективны. И сейчас уже созданы такие формы лекарственные, которые более удобны в применении за счет малого количества препаратов в течение суток. И самое главное, Оксана Юрьевна, какова же профилактика ВИЧ-инфекции? К сожалению, в наше время не разработаны эффективные вакцины против ВИЧ. Хотя во многих странах сейчас проводится тщательное исследование в этой области, на которое возлагаются тоже большие надежды. Однако профилактика заражения ВИЧ сводится лишь к общим мерам профилактики. Это безопасный секс, отказ от употребления наркотиков тоже является одной из мер профилактики. И ВИЧ-инфицированные матери должны избегать кормления грудью. Дорогие друзья, пусть эта беда не коснется вашу семью. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин